Всем buenos dias или buenos noches. Меня зовут Анна, я являюсь руководителем агентства недвижимости в Валенсии, Испания Инвест. Вы на канале Купить недвижимость в Испании. Канал посвящен Валенсии. Я продолжаю рассказывать вам про районы Валенсии для того, чтобы вам было проще сделать выбор или понять в каком районе вы сможете себе что-то купить и какой район вам больше понравится. Сегодня мы с вами рассматриваем 14 район, называется он Бенемаклет. Район небольшой, два микрорайона всего у него, причем второй вот этот вот Ками Дель Вера, он практически нежилой, если мы с вами посмотрим, он здесь на карту, да, он практически нежилой, то есть один его кусочек. Ну и самый такой популярный это район 14-1 с одноименным названием Бенемаклет, то есть и микрорайон и район так называется. Что здесь мы можем сказать? Это можно даже его немножко назвать студенческим микрорайоном. Почему? Потому что здесь у нас есть с вами трамвай, который везет всех в университет в соседний район, но цены здесь гораздо ниже и на аренду и на покупку. Поэтому большинство инвесторов, которые хотят работать с студентами, сдавать студентам, они идут как раз таки в этот район Бенемаклет. То есть если мы с вами посмотрим, приблизим карту, то мы увидим, что тут в принципе довольно много там улиц и домов друг другу близко расположенных. Дома здесь в большинстве своем без лифта, хотя есть уже вот сюда, если мы приближаемся, то эта зона уже будет более, скажем так, высокого уровня. Будут дома с лифтами, хорошие дома, приличные и с развитой инфраструктурой. В принципе, весь район развитая инфраструктура, но сам по себе Бенемаклет, конечно же, ниже по уровню, чем тот же район номер 13. Аренда здесь где-то 600 евро, 550, 650 в зависимости. А если мы возьмем с вами дома поэлитнее, получше, то там у нас есть аренды и по тысяче и выше. Что касается вложения денег в этот район, то, понятное дело, для туристической аренды это не подойдет, потому что это далеко от всех интересных мест в городе. Туристы сюда не поедут. Далее, для долгосрочной аренды более чем подходит. Купить здесь можно, цены разные, но в основном 100 тысяч где-то нужно брать. Плюс-минус, в зависимости от количества ремонта, который нужно будет там производить. Но в среднем берите так. Сдавать вы сможете, если студентам, то это минимум 200 евро комната. Ну, естественно, нужно привести квартиру в порядок после покупки. Ну, можно и дороже, и 300. Что касается сдачи всей квартиры, то это будет где-то, ну, в среднем берите 600-650, а там уже в зависимости от того, как вы красиво ее оформили. То есть район подходит как для студенческой аренды, так и для долгосрочной аренды семье, например. Что касается покупки, то тоже этот район, покупки в смысле для жизни, для вас, естественно, он тоже подходит. Метро, да, проходит метро, он же трамвай здесь проходит, вот здесь вот тоже. Чем вы дальше удаляетесь, да, вот здесь давайте посмотрим, чем вы ближе приближаетесь к, как я его называю, третьему кольцу, тем, ну, лично мне не интересно. Там это очень далеко от цивилизации, то есть добираться даже, несмотря на транспорт, будет, может быть, не очень удобно, поэтому я бы туда не поехала. Чем вы ближе приближаетесь к этой зоне, тем у вас будет дороже. Вот этот проспект, он очень большой и очень приличный, поэтому здесь дома не дешевые. Но постройки очень старые, довольно-таки старые, и это будет сразу заметно, и много домов без лифта. Что еще сказать про район Бенемоклет, про микрорайон? Смотрите, во-первых, он расположен, во-первых, есть метро Бенемоклет, так же называется, и буквально перейдя дорогу, вы оказываетесь у Королевского парка, что, конечно же, большой плюс, поэтому дома здесь не дешевые, вот в этой зоне. Вот в это, вот это все. То есть, когда мы подбирали с клиентами квартиру, то есть там мы смотрели, например, дома по 300, по 400 тысяч. На мой взгляд, для этого района это много, но учитывая, что рядом парк Королевский, вполне нормально. Более того, многие из вас, русскоговорящих, которые приезжают в Валенсию, они хотят учить язык. Часто меня спрашивают, какие тут есть школы для изучения испанского. Так вот, одна из частных школ находится здесь, она называется Испания, и здесь очень много русскоговорящих обучается языку, то есть это официальная школа, где вы заключаете договор, где вы там оплачиваете, и вам, исходя из того, что вы оплатили именно эту школу, вам дают резиденцию в стране вашего проживания. То есть, здесь, в принципе, все очень даже неплохо. Но если мы чуть-чуть углубляемся и поднимаемся вверх, то начинает ситуация немножко ухудшаться в плане домов. Но зона более чем неплохая, а зона интересная. Вот это вот у нас трамвай, насколько я помню, то есть наземное метро. Если кто не помнит, я рассказывала, что метро и трамвай здесь одна и та же карточка, одна и та же система оплаты, и все. Просто есть метро наземное, есть подземное. В целом, район перспективный, скорее всего, он будет развиваться, потому что очень много инвесторов скупает там квартиры, соответственно, если там есть какое-то население не очень нам нравящееся, то оно постепенно будет оттуда вытесняться и останутся там нормальные люди. На этом я, наверное, закончу свой рассказ. Спасибо, что смотрите мой канал и что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам поможет. И мы с вами увидимся в следующем видео. Также, к слову, напоминаю вам, что все консультации у меня бесплатные. Я не беру деньги за это. Вы можете мне позвонить, связаться со мной по телефону, по вайберу, по ватсапу, как хотите, по электронной почте. Я отвечаю на все ваши вопросы. Единственное, что я ни с кем не встречаюсь, ни кофе, ни чай не пью, иначе я буду постоянно сидеть пить кофе и чай, мне будет некогда работать. Но по телефону я прекрасно вам отвечу на все интересующие вас вопросы, так что смело звоните и не бойтесь. Если вас интересуют услуги «Почем? Что? Почем?», то на сайте ispaniainvest.com вы также найдете раздел с услугами. Более того, там есть раздел с ремонтом, где я показываю, какие ремонты делаю с бригадами, которые у меня есть. Вообще, набор услуг и спектр услуг довольно широкий у моего агентства недвижимости, поэтому сейчас я, наверное, не буду тут много чего рассказывать. Но основные – это покупка недвижимости, продажа вашей недвижимости, управление недвижимостью, аренда разная студентам, не студентам, как хотите, ремонт и помещения. Естественно, опыт у меня довольно большой, бригады разные были, меняла их, когда мне не устраивали. Ну, я думаю, все услуги, которые могут быть связаны с содержанием вашей недвижимостью, потому что в основном вас здесь не бывает, вы инвестируете и уезжаете, я вам окажу. Более того, все эти услуги я могу оказывать по доверенности, в том числе покупать недвижимость. Напоминаю, подписывайтесь на канал, а также заходите на сайт испанииinvest.com, загляните в блог по недвижимости, и вы обязательно там найдете информацию по всем районам Валенсии, в том числе и по району Бенемоклет. Почитайте, возможно, я сейчас что-то забыла сказать, и там поподробнее написано. Всего хорошего, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok